Здравствуйте, уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Обращается к вам в рамках прямой линии «С вами» 30 июня 2021 года Романов Филипп Дмитриевич. Дата рождения 27 апреля 1997 года. Я – астроном-любитель, первооткрыватель 73-х переменных звезд. Автор двух собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Также я автор астрономических открытий других объектов, например, кандидатов в планетарную туманность. Я безвозмездно популяризирую астрономию в России уже почти 10 лет, являясь правнуком двух награжденных ветеранов войн – Великой Отечественной и Советско-Японской. Но с 23 января 2017 года я и моя мама вынуждена скитаемся, попав в беду по типу квартирного рейдерства в коммунальной квартире в Москве, в столице России. В районе Московичей Соборова Южного административного округа Москвы, по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210. В этой коммунальной квартире находится мое единственное жилье – комната номер 2, в котором я лишился возможности безопасного и беспрепятственного проживания, и который я лишен возможности беспрепятственно продать из-за действий жильцов и гостей соседней комнаты номер 1. Я специально приехал в Москву для того, чтобы поступать на обучение в университет на астронома, потому что в университетах Дальнего Востока не имеется обучения по специалитету астрономии. Уже пятый год я, мама и наша старая кошка вынуждены скитаемся по чужим углам, и я лишен возможности подготовиться к вступительным испытаниям для поступления на обучение в университет. Сейчас мы находимся на нашей малой родине, в поселке Южноморской Приморского края, где нас приютили в своем жилье временно наши родственники. Я много лет был ребенком-инвалидом, инвалидом детства по ортопедии. Моя мама воспитала меня одна. Я страдаю хроническими заболеваниями, пороком сердца, манхиальная астма, заболевания из суставов, крови, вен. А моя мама страдает анимеей. У нас нет никакого источника к существованию, никаких заработков или пенсии, или пособий. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу вас рассмотреть возможность принятия закона о ликвидации расселения коммунальных квартир по типу реновации, например, в пилотном проекте, начиная с Москвы, со столицы России. Это могло бы помочь благополучно разрешить нашу тяжелейшую жизненную ситуацию и могло бы помочь большому количеству других людей, которые попали в подобную беду. За четыре года чиновники не нашли закона, по которому можно помочь нам в нашей жилищной ситуации. Несмотря на то, что мы писали многочисленные заявления, и в том числе мы письменно обращались к вам, Владимир Владимирович, в том числе и на прямую линию с вами, но получили ответы по типу отписок не от вас. Возможно, наши заявления к вам не дошли. В коммунальных квартирах не регулируется наличие и количество гостей. Не исключена вероятность заболевания коронавирусом и другими болезнями. Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу приносить пользу науке России. Пожалуйста, помогите нам.